Добрый день, уважаемые коллеги! 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 В Конвенции о правах людей с инвалидностью есть такой термин «ментальная инвалидность». И все чаще и чаще этот термин звучит сейчас при использовании помощи людям, у которых есть психические расстройства. К сожалению, в российском законодательстве такого термина нет, и Россия сейчас начинает такой переход к международной классификации функционирования, в которой этот термин есть. И я надеюсь, что наступит то время, когда мы будем считать людей, у которых есть психические заболевания, психические расстройства, но нет группы инвалидности, все-таки они также нуждаются в поддержке, нуждаются в содействии, и в международной классификации этот термин называется «ментальная инвалидность». Ну, хочу напомнить, какие основные виды жизнедеятельности у нас взрослого человека. Это быт, труд, досуг, ну и, конечно, взаимодействие с различными структурами и общение друг с другом. Поэтому вот эти три таких значимых критерия мы хотим поддерживать у наших клиентов, нашей организации. В чем, хотелось бы сказать, уникальность работы нашей организации, это в том, что услугу сопровождения жизнедеятельности по тем трём критериям, которые я только что назвала «быт, труд и досуг», мы стараемся оказывать комплексное. Не делить, что сначала он нуждается в одной услуге, потом в другой услуге, потому что в жизни так случается, что мы с вами встаем утром, у нас бытовые навыки нам нужны, мы идём на работу или в какой-то центр, нам нужны навыки дневной занятости, трудоустройства. Когда у нас есть выходные, да, или у нас есть общение с друзьями, то нам нужны навыки коммуникации, навыки общения. Поэтому, как и в жизни любого человека, в жизни человека с ментальными особенностями, эти три критерия должны быть реализованы. Направление деятельности, по которым работает организация, это социально-бытовая реабилитация, социально-правовая информированность, я уже говорила много о дневной занятости и трудоустройстве, сегодня буду говорить ещё, и оздоровительная и социокультурная деятельность. Социально-бытовая реабилитация, в чём же она заключается? А я написала кратко, совершенно прошу понимать, что в этом не заключается, что только по этому плану мы работаем, на самом деле мы работаем от тех индивидуальных потребностей каждого нашего клиента, но это распределение бюджета, обучение, как необходимо распределять свой бюджет, как необходимо оплачивать коммунальные услуги, покупка продуктов, приготовление пищи, уход за вещами, уход за жилищем, навыки самогигиены. И хочу сказать, что специалисты организации не нацелены делать данные мероприятия за наших подопечных или за наших клиентов. Мы обучаем их делать это самостоятельно. То есть сначала специалисты выявляют потребность, необходимую у каждого индивидуально, и после этого по индивидуальной программе работают с каждым нашим клиентом. Дневная занятость и трудоустройство тоже имеет свою программу. Несколько школ. Это школа трудоустройства и школа правовой грамотности, и школа компьютерных технологий. Представила примерный план занятий в школе трудоустройства. Выясняется сначала, что хочет сам клиент. Проводится занятие, как подготовить резюме и как беседовать с работодателем. Также проводятся тренинги уверенного поведения. Осуществляется поиск вакансий совместно с клиентом. И раз в месяц организуются встречи с представителем центра занятости для того, чтобы наши клиенты имели возможность задать те вопросы, которые у них существуют, и услышать о наличии вакансий в центре занятости города Архангельск. Хочу сказать, что трудоустройство или дневная занятость – это очень важная часть структуры дня и очень важная часть индивидуальной реабилитации каждого человека, у которого есть психические расстройства. Потому что, когда они постоянно заняты, это дает им определенную максимальную независимость во всех аспектах их повседневной жизни. Хотела бы сказать о таком моменте, что у нас очень много ходит клиентов, которые не могут работать. Специалисты, работая с ними по программе трудоустройства, трудоустраивают их. Но в силу своего заболевания человек долго не может удерживаться на одном рабочем месте. И поэтому, несмотря на то, что были приложены большие усилия его трудоустроить, все-таки он не может работать ежедневно, ходить на работу. Но он нуждается в средствах. И тогда для тех клиентов, кто не может работать на открытом рынке труда, мы создали такое место, называется «Особое рабочее место». И там мы проводим такие мероприятия, которые позволяют каждому клиенту, иметь ту работу, которая ему по силам. Кто-то шьет, кто не умеет шить, тот гладит. Кто не умеет гладить, значит, тот будет складывать в сумки. Чаще всего продукцию, которую мы изготавливаем, мы реализуем либо на благотворительных ярмарках, либо заключаем договора с определенными организациями. Клиенты, работающие на особом рабочем месте, получают вознаграждение за свой труд. Таким образом, не получая пенсию, потому что у них нет инвалидности, они имеют возможность получить небольшое денежное вознаграждение за свой труд. Направление, которое реализуется в мастерской, это шитье, вязание, работа с деревом для молодых людей. К нам ходит замечательный специалист, педагог Николай Иванович, который прямо очень горит своей занятостью, своей инициативой, заряжает наших молодых людей. Им очень нравится с ним работать. Они работают с деревом, они делают различные поделки, они занимаются ремонтом, и поэтому это очень помогает нашим молодым людям именно реабилитироваться и быть независимым в своих действиях. Я уже сказала, что ту продукцию, которую мы изготавливаем, мы реализуем на благотворительных ярмарках. Оздоровительные и социокультурные мероприятия. В рамках проектов мы имеем много таких мероприятий, которые позволяют нам заниматься здоровым образом жизни. Приглашаем различных тренеров, которые могут провести эти занятия. Кто-то на благотворительной основе, кто-то в рамках проекта. Хочу сказать, что мы очень тесно работаем с Анной Акимовой, которая со своей прекрасной группой приходит к нам и проводит концерты. Мы очень благодарны ей за эту деятельность, потому что ребятам очень нравится. Они всегда с нетерпением ждут встречи с ней. Хочу еще поблагодарить фонд «Старость в радость», который в этот период самоизоляции проводил очень много мероприятий онлайн, что было для нас тоже впервые в этом году, как и для многих организаций. Но эти мероприятия, это были путешествия, виртуальные путешествия по Стамбулу, встреча с интересными людьми, с артистами, с библиотеками. Мы проводили вместе 9 мая, читали стихи ребята, непобеды, пели песни. Это было совместно с домами-интернатами и с КСО, которые подключались к этим встречам в Зуме. Поэтому это, несмотря на то, что был период самоизоляции, это было очень полезно для наших ребят, которые были в период пандемии на самоизоляции. Также, конечно, есть план у оздоровительных мероприятий. Мы говорим о вредных привычках, о здоровом питании. Занимаемся двигательной активностью. Это скандинавская ходьба. У нас есть танцевальный клуб, который тоже был создан в рамках проекта, который назывался «Поморский сувенир». Мы выезжаем на природу, в музей Малой Карелы, в Лукоморье, ходим в музеи, театры и библиотеки. Я много уже говорила о том, что различная деятельность, она реализуется благодаря различным проектам. Ну вот, проектов было много. Остановлюсь на самых основных проектах — это понятный интернет. Мы все с вами вошли в такую эру компьютеризации, информатизации, когда в жизни очень много таких услуг, которые необходимо провести либо онлайн, либо зарегистрироваться на сайте госуслуг, либо оплатить коммунальные услуги, либо получить талончик на прием к врачу. И, конечно, это доставляло определенные сложности для тех наших клиентов, которые не умели пользоваться компьютером и не имели его дома. Поэтому проект в 2013 году, который назывался «Понятный интернет», был направлен как раз на обучение о работе с компьютером и обучение регистрации в различных социальных сетях и на порталах государственных органов. Сейчас, конечно, такой потребности в обучении, в массовом обучении клиентов нет. Когда индивидуально приходят ребята, у которых есть планшеты или телефоны с выходом в интернет, или кто-то желает научиться работать на компьютере, то специалисты в индивидуальном порядке уже чаще обучают клиентов о работе на компьютере или работе в социальных сетях. Следующий проект назывался «Мы вместе». Этот проект был направлен на обучение родственников социального окружения и клиентов наших тем предвестником заболеваний, тем клиническим проявлениям, которые могут быть у человека в различные периоды жизни, и как вовремя и где правильно получить медицинскую квалифицированную помощь. Мы приглашали врача-психиатра, психолога, психотерапевта, много работали над групповыми, было много групповых занятий. Все это позволило сплотиться и создать некие группы самопомощи. Теперь ребята сами могут узнавать предвестники начинающегося обострения и помогать друг другу говорить об этом. Они стали более открыты говорить о заболеваниях, и поэтому меньше стало госпитализации у таких людей, и они правильно и вовремя получают квалифицированную медицинскую помощь. Следующий проект назывался «Поморская мастерская». Этот проект был такой и социокультурный, и социально-бытовой, потому что мы не только говорили о культуре народа нашего северного края, о костюмах, которые у нас раньше носили население севера, но и мы учились шить, учились подбирать ткани, и поэтому эта «Поморская мастерская» закончилась таким красивым праздником, можно сказать, который назывался «Дефиле народных костюмов». Ребята сами их шили и сами демонстрировали. Это было очень интересно. Следующий был проект, назывался «Школа самостоятельности». В рамках этого проекта мы как раз учили социально-бытовым навыкам наших клиентов. Это и приготовление пищи, это и стирка белья, поход в магазин, уход за одеждой. Все эти важные навыки мы отрабатывали на имеющемся оборудовании. Хочу подчеркнуть, что все оборудование для социально-бытовых навыков в организации имеется. Следующий проект уже был в 2015 году, и «Право на здоровье» мы реализовали в рамках нескольких проектов. Они были подряд, это «Право на здоровье», «Азбука здоровья», «Квартет здоровья». Три проекта были посвящены здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, профилактику гиподинамии. Я благодарю всех своих специалистов, которые участвовали в этих проектах, за их неравнодушие и активность, потому что они сами были такими моторчиками, которые позволяли, сами быстро двигались и передавали свою энергию нашим клиентам. Следующий проект, который мы выиграли в конкурсе фонда президентских грантов, назывался «Поморский сувенир». Этот проект был совместный с домом, с культурным центром «Северный», который находится на Сульфате, и с замечательным коллективом народного танца «Коляда». Наши ребята прямо влились в коллектив этого замечательного коллектива, который помогал нам не только разучивать танцы, то есть мы применяли методы танцевально-двигательной терапии в этом проекте, но и чисто человеческое общение, коммуникация. И это было очень здорово для наших ребят. Это позволило им почувствовать, и не только о том, что они могут сделать многое, но вот даже когда мы проводили концерты на большой сцене культурного центра «Северный», я благодарю директора о том, что культурный центр «Северный» предоставил нам бесплатно в рамках проекта и возможность тренироваться в зале, и выступать в зале. И они приглашали потом этот коллектив на различные свои мероприятия. Но вот я до сих пор помню слова одной из мам наших клиентов, которая, когда был заключительный концерт, она сидела в зале и со слезами сказала, что я впервые горжусь своим ребёнком. Это очень важно, потому что когда родители сталкиваются с этой проблемой, я говорю родители, потому что даже несмотря на то, что к нам приходят взрослые люди, которым старше 18 лет, и зачастую и 30, и 40 лет для своих родителей, они всё равно дети, и родителям хочется, чтобы у детей было всё хорошо. Когда они видят, что дети могут, дети могут поступать из большой сцены, дети могут, дети, говорю дети, они могут участвовать и могут всё делать сами, конечно, из этого возникает гордость. Ну, я уже сказала, что в рамках этого проекта закончился он большим мероприятием, который назывался «Майский бал». Там выступали не только наши подопечные, но и выступал коллектив народного танца «Коледа». Ещё раз благодарю их за этот проект и за это участие, за их неравнодушие, потому что наше содружество и наше взаимодействие продолжается до сих пор. Уже, хотя и проект кончился, но те человеческие отношения, которые остались с этим коллективом, они продолжаются до сих пор. Следующий наш проект назывался «Школа ремонта». Тут немного не идёт у нас по техническим причинам слайд, но я просто расскажу тогда. Этот проект у нас имел два таких источника финансирования. Это был региональный бюджет, и мы с этим проектом впервые в жизни участвовали в таком благотворительном мероприятии, которое организовывал Центр Гарант. И на это мероприятие мы собирали средства на проведение этого ремонта. То есть два источника было у этого проекта, а ещё ролик, который у нас не запустился, к сожалению, замечательный журналист Григорий Чухин помог нам составить этот ролик. Может быть, организаторы его в конце всё-таки смогут запустить? Оксана, мы в конце, после вашей презентации запустим, просто параллельно с презентацией мы пока не можем запустить ролик, но обязательно покажем, как только вы закончите. Хорошо, спасибо большое, Татьяна. Почему я хочу показать этот ролик? Потому что взаимодействие, даже когда организация взаимодействует с различными организациями и просит у них помощи, это на самом деле очень хороший такой момент, когда вы можете получить бесплатно много информации, вы можете получить и помощь. Говорят, не получает тот, кто не стучится, да? То есть стучаться надо во все двери. Поэтому вот я очень хотела бы, чтобы вы посмотрели этот ролик, который создал Григорий Чухин, для того, чтобы помочь, это его вклад в рамках нашего проекта. В рамках проекта мы еще заключали договор с техникумом строительства и экономики города Архангельска, где преподаватели и студенты приходили и обучали наших ребят, как правильно делать косметический ремонт. И эти навыки сначала мы попробовали на нашей кухне, а после этого они попробовали их дома. То есть это покраска стен, покраска потолка, клеили обои, прибивали, не знаю, около дверей обналичники. То есть это все ребята вместе с мастерами попробовали сделать сами. Вот что у нас получилось. То есть вот это помещение, наша кухня, наш очаг, оно сделано руками наших ребят. Это отремонтировано руками наших ребят. Следующий проект, который называется «Школа пищевого поведения», он тоже был проектом, который поддержал фонд президентских грантов. В рамках этого проекта мы говорили о правильном питании, о важности правильного питания, потому что не секрет, что нарушение питания вызывает различные психические расстройства. Это и нервная анорексия, и абулея, и булимия. И все эти заболевания, они могут протекать достаточно долго. И поэтому в рамках этого проекта мы пошли шире. Он был рассчитан не только на наших подопечных. Было три целевые группы в рамках этого проекта. Клиенты, которые посещают организацию «Мост», пациенты 8-го отделения психиатрической больницы. И третья группа – это была группа здоровых людей, населения города Архангельска, которым интересна данная тема. В этом проекте у нас участвовало много ведущих специалистов в области питания. Это и врач-диэтолог, и врач-эндокринолог, и врач-психотерапевт, и инструктор по йоге, и медицинские сестры, в общем, и социальные работники, специалисты по соцработе. Достаточно много специалистов в течение года занимались с этим целевыми группами и говорили о правильности пищевого поведения. Сейчас это два новых проекта, о которых я сейчас расскажу. Это те проекты, которые мы выиграли в этом году. Они поддержаны фондом президентских грантов. Проект называется «Шаг навстречу». К своему 20-летию мы подошли с тем, что стали понимать, что ту информацию, которую мы владеем, те навыки, которые имеют специалисты организации, нужно с кем-то делиться, нужно рассказывать, потому что людей с ментальными особенностями достаточно много, и главное помочь им на первом этапе, главное сразу оказать им содействие в различных направлениях, для того, чтобы люди могли жить самостоятельно, для того, чтобы они не попадали в дома-интернаты и получали адекватную, своевременно офицированную помощь. И поэтому проект «Шаг навстречу» как раз направлен на тиражирование опыта нашей организации. Захватит он три таких населенных пункта в Архангельской области. Это город Вельск, город Котлас, Северодвинск и Новодвинск. В город Вельск мы выезжаем уже к концу сентября, где будет проведено два семинара для специалистов, один семинар для специалистов, и второй семинар будет для родственников и социального окружения людей, у которых есть ментальные особенности. То же самое будет в Котласе, Северодвинске, именно в Новодвинске. Мы хотим рассказать об опыте организации, для того, чтобы инициативные группы в этих городах имели возможность оказывать аналогичную помощь, аналогичную или свою, в зависимости от потребности, целевых групп, для людей с ментальными особенностями. Следующий проект, который также был поддержан Фондом президентских грантов, называется «Триады пандемии». Как раз мы продолжим оказывать услугу комплексного сопровождения в данный период и создадим безопасные условия для оказания услуг нашим подопечным на базе нашей организации. Ну и буквально в пятницу, когда, буду еще забегая вперед, насчет безопасных условий, мы столкнулись с тем, что не все наши подопечные на самом деле имели телевизор и имели полностью информацию, почему же надо соблюдать безопасные условия. Поэтому в рамках этого проекта мы для наших клиентов рассказываем, что такое коронавирусная инфекция, какие группы риска есть, какие меры профилактики есть, как правильно пользоваться гигиеническими средствами, почему важно соблюдать дистанцию социальную. Нам кажется, это все очень просто. Но на самом деле наши клиенты не всегда обладали полной информацией, почему это надо соблюдать, почему очень важен был период самоизоляции. И специалисты каждый раз, общаясь с клиентами по телефону или когда они приходили самостоятельно, объясняли это и говорили, и подчеркивали, что это важно соблюдать, важно делать не только в кабинете, где они проходят реабилитационные мероприятия, но это важно соблюдать и в домашних условиях. И вот проект, про который мы получили финансирование, об этом узнали в пятницу, мы тоже очень рады, потому что это реабилитационная программа, новая для нас программа. Благодаря, еще раз скажу, благотворительному фонду «Гарант» мы имели возможность летом провести водное занятие, бесплатное водное занятие в клубе любителей лошадей на острове Краснофлотский. И мы стали понимать, что данная проблема во время периода самоизоляции нарушились коммуникативные связи, нарушилось общение, многие стали клиенты испытывать тревогу, страх, и данные факты надо было как-то нивелировать у многих пациентов, поэтому мы написали новый проект, который называется реабилитационная программа ипотерапия, и вместе с организацией клуба любителей лошадей будем реализовывать его в этом году в течение трех месяцев. Ну, хотел сказать, что мы не только делим, сами развиваемся, мы делимся знаниями, проводим различные семинары, конференции для специалистов других организаций, других некоммерческих организаций, государственных организаций, много проводим занятий со специалистами психиатрической больницы, комплексных центров социального обслуживания, поэтому этот опыт, который у нас есть, мы делимся с другими организациями, учимся сами. В прошлом году у нас был совместный проект с Центром социальных инициатив «Русский дом. Город Москва». Они приезжали к нам, проводили семена для наших специалистов, потом наши специалисты и наши ребята были на двух стажировках в Москве, и на самом деле это очень хороший опыт не только в обучении специалистов и обучении клиентов в организации, но это расширяет возможности клиентов по самостоятельному проживанию. Многие из тех, кто поехал в Москву, первый раз полетели на самолете, первый раз были на Красной площади, первый раз вообще гуляли по Москве, первый раз жили в гостинице, очень много что было в первый раз. Вот этот первый раз – это тоже революционное мероприятие для наших подопечных, потому что расширяя возможности, мы даем возможность самостоятельно функционировать и в дальнейшем. Также организации взаимодействуют с различными органами власти. Специалисты организации входят в экспертный совет приуполномоченного по правам человека в Архангельской области. Любовь Викторовна Анисимова оказывает нам большую поддержку в законодательной базе, консультирует по различным вопросам, которые непонятны нашим специалистам и в решении вопросов, в которых нуждаются наши клиенты. Также специалисты входят в Координационный совет по делам инвалидов муниципального образования города Архангельска, где решаются многие вопросы по доступной среде для инвалидов, в Общественный совет Министерства труда, занятости и социального развития, где также решаются вопросы многих наших клиентов, и в Общественный совет по независимой оценке качества предоставления социальных услуг. Данное взаимодействие с органами власти позволяет нам также иметь возможность высказывать те пожелания, которые мы бы хотели, чтобы были реализованы на территории Архангельской области, и имеем возможность в получении информации, которая важна для дальнейшего развития нашей организации. Я уже сказала, что взаимодействуем с аппаратом по молочным и по правам человека. Архангельска никогда нам не отказывает в поддержке и всячески содействует развитию организации. Также организация делает все возможное для того, чтобы деятельность была открыта и доступна для любого человека, имеющего ментальные особенности или специалиста. Поэтому мы выпускаем не только информационные буклеты и раздаем их в различные медицинские и социальные организации. Мы раз в квартал выпускаем свою газету. Которые есть на наших социальных страницах в электронном виде, которую мы распространяем в психиатрической больнице, в психоневрологическом диспансере, в союзе инвалидов Архангельской области, в социальных учреждениях города Архангельска. Сейчас в рамках проекта у нас создается сайт. Я написала его адрес. Архмост называется. Единственное, что открыт этот сайт будет к концу сентября. Я думаю, что если у вас есть интерес к деятельности нашей организации, то с конца сентября можно будет, наверное, зайти уже на наш новый сайт, который мы с вами с нетерпением ждем, и посмотреть о деятельности нашей организации. Вот так у нас есть страницы. Я уже сказала о социальной психиатрии. Это страница ВКонтакте, МОСТ в Фейсбуке. Вот эти страницы я представила на этом слайде. Хочу сказать, что этот период самоизоляции, который был у нас с марта месяца, на самом деле позволил нам посмотреть на свою работу немного по-иному. Мы пересмотрели взаимодействие с различными структурами. Многие социальные предприниматели помогали нам в рамках этого периода, скажем так. У нас проводилась акция «Больше чем обед. Хочу поблагодарить кафе-терраса, столовую грядка, столовую суп и бургер», которые оказывали нам всяческую поддержку в организации питания тех наших клиентов, которые находились дома на самоизоляции, и не имели возможности работать, и не имели возможности приходить в организацию. Также благотворительный фонд «Гарант» для тех, кто находился дома, и малообеспеченные семьи у них. Они также выделили нам 10 продуктовых наборов. Мы получили частные пожертвования для организации питания наших пациентов. Ну, еще раз скажу про фонд «Старость в радость», который я уже говорила, их Елизавета Лачехина. Она помогала нам организовывать досуговые мероприятия в онлайн-режиме. Это тоже был и интересный опыт, и новый для нас опыт. Также хочу поблагодарить сеть парикмахерских салонов «Цирюльник». Ее руководитель уже на протяжении нескольких лет помогает нашим клиентам выглядеть красиво и модно. Они подстригают нас совершенно бесплатно, устраивают такие выездные дни красоты у нас в организации. И поэтому наши ребята всегда хорошо выглядят, они всегда подстрижены, и у всех такие хорошие, красивые прически. Ну, и хочу поблагодарить Центр социальных инициатив «Русский дом», который в рамках своего проекта помог нам приобрести бытовую технику для проведения социально-бытовых навыков. Вот вы видите то взаимодействие, которое происходит и с некоммерческими организациями, и с коммерческими организациями. Оно помогает организации развиваться дальше, оно помогает нашим клиентам получать те услуги, в которых они нуждаются в первую очередь. Ну, какие основные уроки, наверное, из той деятельности, которую проводит организация? Это то, чему мы учимся, становится частью того, что мы есть. То есть специалисты организации, обучаясь на различных тренингах, семинарах, работая с нашими клиентами, они сами учатся, постоянно учатся, и сами уже становятся такими хорошими специалистами, которые могут работать в системе реабилитации или с психическими расстройствами. И очень часто, когда спрашивают, сколько времени к вам может ходить клиент, на самом деле я хочу сказать, что клиент к нам может ходить всю жизнь. Если у него есть потребность получать определенную помощь, он будет ходить столько, сколько ему потребуется, потому что процесс реабилитации, он должен быть непрерывным, потому что лица, у которых есть ментальные особенности, они нуждаются в постоянном закреплении, в постоянной тренировке навыков, которые им необходимы в данный момент. И так как организация «Мост» в течение 20 лет, к сожалению, хочу сказать, к сожалению, в Архангельске так и не была создана аналогичных организаций за этот период, то реабилитационные вот эти центры или организации, которые оказывают реабилитационные услуги, должны, конечно, быть в шаговой доступности от места проживания каждого клиента, потому что те клиенты, которые живут в Маймаксе, которые живут на Сульфате, которые живут на Факторе, к сожалению, не могут часто приезжать в организацию, потому что это требует определенных финансовых вложений с их стороны. Ну и что бы мы хотели, наверное, и чтобы организация развивалась дальше, это, конечно, чтобы создание аналогичных организаций, как наша, было не только в городе Архангельске, но и в районах Архангельской области. Поэтому тот проект, который я говорила, да, по тиражированию опыта, мы попробуем в Вельске, в Котласе, подчеркну раз, еще в Северодвинске и в Новодвинске. Также нет определенной технологии, описания технологии комплексного сопровождения людей с инвентальной инвалидностью, и в рамках второго проекта, «Триады пандемии», который называется, мы попробуем описать эту услугу для того, чтобы поставить вопрос перед Министерством труда занятости социального развития, введение данной услуги в реестр социальных услуг. Ну и дополнительно профессиональное образование требуется всем специалистам. Таких пока нет циклов образования специалистов по реабилитационным программам. Но я тоже думаю, что это за возможность для некоммерческих организаций, которые они могут организовать и сами, потому что чем больше мы учимся, тем больше мы умеем, и тем больше услуг мы можем оказать нашим клиентам. Ну, конечно, как у каждой организации, у нас есть определенные желания. Мы хотим, чтобы для тех наших подопечных, кто не может жить самостоятельно, они не направлялись в дома-интернаты, а все-таки жили самостоятельно в сообществе, поэтому наша мечта или наше желание, не знаю, все-таки иметь такой дом самостоятельного проживания в городе Архангельске, где эти клиенты смогут жить сами. Ну и организации службы сопровождения или с ментальными особенностями, это тоже очень важно, так на территории Архангельской области такой службы до сих пор нет. Еще, пользуясь случаем, я хочу напомнить вам о том, что 10 октября – это Международный день психического здоровья. Совсем мало времени осталось, уже меньше месяца, и тема этого года Всемирная организация здравоохранения каждый год определяет тему года, и вот тема 2020 года – это психическое здоровье всем, доступно всем. То есть я хочу сказать о том, чтобы получить квалифицированную психиатрическую помощь и получить любую помощь тем лицам, у которых есть психические расстройства или которые находятся в каком-то трудной жизненной ситуации и имеют данные проблемы, то доступность этой помощи должна быть для всех. Ну, все, наверное, благодарю за внимание. Тут координаты нашей организации. Пожалуйста, если есть вопросы, готова на них ответить. Если вопросы возникнут потом, тут указан телефон, электронный адрес, вы можете обращаться, и специалисты, я всегда открыта для любой информации. Ну, мы сейчас сначала покажем видео, Оксана, о котором вы говорили, а потом у нас как раз останется время для вопросов, потому что вопросы уже некоторые поступили при регистрации, я их озвучу, и к участникам я как бы повторюсь, что можно писать в чате, если вам так удобнее, можно будет устно задать вопрос Оксане. А сейчас видео. Павел, спускайте, пожалуйста. Да, это дело. Ты можешь пойти на работу, в школу, в магазин. Ничего этого нет. За одну минуточку мы запускаем видео буквально. Провал или по сети. Если ты сильный, ты будешь действовать. А не умеешь. Ты взрослый, но вернуться к семье. Я прошу прощения, у нас все-таки не получается с Ютьюба запустить видео, поэтому я предлагаю позадавать вопросы. Первый вопрос, который у нас поступил в чате. Имеются ли у вас внутренние ваши НЛА, регламентирующие работу по всем направлениям реабилитации, и можно ли с ними ознакомиться? К сожалению, таких напечатанных работ внутренних у нас нет. Сейчас как раз мы в рамках проекта создадим методология описания комплексного сопровождения людей с ментальными особенностями, это будет результатом проекта отряда пандемии. И тогда можно будет ознакомиться по результатам проекта. Оно будет размещено все на сайте организации. Вот при регистрации участников тоже поступали вопросы. Тут есть такой вопрос. Есть ли разработанные методические материалы по обучению людей с ментальными нарушениями работе на персональном компьютере? Я не вижу, подключены ли специалисты. Я знаю, что должны специалисты были подключиться, которые занимаются у нас правовой грамотностью и работе с компьютером. У них есть определенная схема, по которой они обучают специалистов. Когда, еще раз повторю, когда мы запустим сайт, мы запланировали в сайте сделать раздел «Методическая помощь» и там разместить все свои наработки по данным направлениям реабилитации. Пожалуйста, задавайте вопросы. У нас еще будут вопросы, которые участники оставили при регистрации на вебинар. Но вот сейчас как раз есть время, когда можно устно спросить у Оксаны все, что вас интересует. Представляйтесь только, пожалуйста, когда будете задавать вопрос. Ну, тогда разрешите, я задам вопрос. Значит, есть ли опыт восстановления дееспособности, если человек с психическими особенностями был ее лишен? Ну, у нас такой опыт есть. У нас был один такой клиент, который сначала находился длительный период в психиатрической больнице. После этого был направлен в дом-интернат. Во время обострения из дома-интерната снова был в психиатрической больнице. После выписки из психиатрической больницы решил, что он желает жить самостоятельно. У него было жилье, и специалисты курировали его, и пациенту было обращение в суд. Пациент был признан дееспособным после стойкой ремиссии. И да, он проживал самостоятельно. Единственное, что только этот был единственный такой опыт, поэтому назвать ли это опытом, это был единственный случай. На самом деле, опыт только такой, одного случая. Очень интересует работа вот эта в чате, очень интересует работа по правовой грамотности. Если можно, дайте адрес сайта, который вы запускаете в сентябре. Будем отслеживать Усть-Улимский, DP, Одинцова, Татьяна. Может быть, Оксана, еще раз либо в чате напишите адрес сайта, который вы в конце сентября запустите, потому что... Либо покажите слайд, на котором... Так, Архмост. Архмост называется. Сайт? Так, показать презентацию. Я сейчас... Давайте я напишу просто в чате. Архмост. Да, да, я напишу на всякий случай. Архмост.ру Ну, вообще, мы эту информацию, если вы сейчас ВКонтакте наберете в социальном психиатре Архангельск или Мост, вы найдете наши социальные страницы. Как только мы откроем сайт на всех социальных страницах, во-первых, мы сделаем привязку, да, страниц к сайту, а во-вторых, напишем информацию, что сайт открыт, и напишем его адрес. Поэтому сейчас достаточно следить за деятельностью организации ВКонтакте или в Фейсбуке. Как только сайт будет открыт, информация там появится. По правовой грамотности мы работаем еще с независимой психиатрической ассоциацией. Они тоже консультируют нас по некоторым вопросам. Есть ли еще вопросы, коллеги? Пожалуйста, задавайте. Вот вопрос из регистрационного форума я тогда задам. Что вы думаете о содействии трудоустройству граждан с особенностями? Что получается, а что не получается? Что получается? На самом деле я хочу сказать, что немногие работодатели готовы принимать людей с ментальными особенностями. И те усилия, которые прилагают наши специалисты по трудоустройству, в год может быть трудоустроено 20-30 человек. Но, к сожалению, до конца года может остаться, что остались на работе 3-4-5-6 человек. Потому что особенности психического состояния работодатели учитывают очень неохотно. И то, работа, которая предлагается людям с психическими расстройствами, это в основном такой не очень квалифицированный труд. это клининговые компании, это дворники. Поэтому вот в этом сложность. Но я знаю, что опыт других организаций некоммерческих есть в трудоустройстве и достаточно таких хороших местах на открытом рынке труда. Я зачитала все вопросы, которые поступали в чате и в регистрационных форумах. Если у кого-то еще остались вопросы, вы можете сейчас задать. А я пока хочу в чате направить ссылку на форму обратной связи. Мы были бы очень заинтересованы, чтобы вы ее заполнили, чтобы получить вашу оценку нашего вебинара. И также я хочу сказать, что конференция, в рамках которой проводится данный вебинар «Устойчивое развитие людей. Поддержка сотрудничества» продолжается. Следующее наше мероприятие будет в среду в 15 часов. Это российский межрегиональный круглый стол о доступе НКО к оказанию социальных услуг. Чтобы принять участие в этом мероприятии, необходимо зайти на сайт, я его сейчас как раз пишу в чате, если кто-то не знает, njogaran.ru зарегистрироваться на мероприятие. 17 сентября в 11 часов будет вебинар финского специалиста, который будет рассказывать о поддержке общественных организаций в Финляндии и государствам, и в том числе, как прибыль от игровых автоматов расходуется на поддержку социальных инициатив и социальных проектов некоммерческих организаций в области, работающих в области здравоохранения и социальной поддержки. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Оксану Бузенко за прекрасный вебинар. Еще вот у нас есть несколько минут, вы можете написать свои комментарии, вопросы в чате. А так, пожалуйста, участвуйте в наших мероприятиях. Нам очень приятно, что они собирают такое большое количество людей. Спасибо. 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 Спасибо.